А давай скажем, что ты сегодня купил. Пошли на кухню. Давай. Папа, если ему папа. Паразон убивайте. Рубай себя. Храни. Храни. Храни все. Всем привет, друзья. Обещал прямой эфир и надо обещание сдерживать. Но если честно, так до дома не успел дойти. Минут 5, наверное, есть у меня 10. Всех рад видеть. Очень давно прям эфир не выходил. Пишите, если есть какие-то вопросы. Говори громко. Все слышат. Привет! А датья? Зашел в гости к дочке. Пришлось заехать, поэтому не успел домой добраться. Ну, буду отсюда прямой эфир проводить. Немножко укороченный вариант, но ничего страшного. Зато с дочкой, да, Саша? Угу. Давай, разнообразишь. Так, друзья, ну что, рассказывайте, как у вас дела. Сколько дочке лет? Двенадцать. Двенадцать. Двенадцать лет. Привет в Оренбурге. Передай привет в Оренбурге. Привет. Оренбургу привет. Если честно, даже тему никакую не подготовил. Если у вас какие-то есть варианты, на какую тему поговорить, сейчас по-быстрому проведем прямой эфир, то пишите. Так, привет. Я большая. Большая. Ну, ты большая. Большая у меня спортсменка. Занимается плаванием профессионально. Завтра какой-то заплыв, да, Саша? Контрольный старт. Что это значит? Это мы будем на время. Тысячи пятьсот плыть. Тысячи пятьсот метров? Серьезно? Полтора километра? Пробежать сложно вообще проплыть. Это за один раз, да? За один заплыв. Да. Без остановки. Прикольно, прикольно. Так, что-то я хотел сегодня придумать по поводу... Я бы держала. Ну, когда мы тогда... Так, сейчас, сейчас, подожди. Друзья, умница. Саша, умница. Давайте так. Все, кто сейчас смотрит прямой эфир... Ты классный. Я классный, Саша. Обычно говорят, что ты классный, а теперь я. Спасибо. Все, кто сейчас в прямом эфире, давайте по одному любому комментарию, вопросу, что-нибудь напишите обязательно. Потому что надо потихоньку как-то активироваться. Чтобы какой-то диалог происходил, хоть как-то вас расшевелить. Еще кто-то, Егор. Да, еще. Привет еще, Егор. Да, Егору привет, тезки. Вы оба классные. Вы оба классные. Спасибо. Единственное, что освещение какое-то не очень, да? Мы классные, освещение не очень. Так, все, друзья, давайте с каждого по одному комментарию, вопросу, хоть что-то напишите. Неважно, неважно что, что-нибудь. Где сейчас работаешь, Катерина? А ты в курсе, где и раньше работала? Работаю фитнес-тренером уже более пяти лет. Работаю сейчас в фитнес-клубе Адреналин в Минске, район Малиновка. Это улица Железнодорожная. Самый, я считаю, классный Адреналин из сети этих клубов. Самый большой, самый классный. Привет, Сашули. Почему опоздали? Почему опоздали? Мне кушать, мне сладенькое покупали. На самом деле, любимый цвет дочки. Желтый. Серьезно? Обожают желтые. Да, обожают желтые. Желтые машины, да, спортивные. Вертолеты. И вертолеты. Но вертолетов еще не было. Почему нет? Короче, почему опоздали? Потому что, на самом деле, мы не дома вообще. Ну, Саша дома, а я приехал к ней, попросил она какие-то вкусняшек на ночь. Вот так вот. Папа работает доставкой. Поэтому я поехал с зала не домой, чтобы успеть на ваш эфир, на мой эфир, который я обещал. А поехал к дочке. И сейчас, слава богу, вспомнил. И хоть и не с дома, но вещаю. Потому что, раз пообещал, нужно обязательно делать. Друзья, с каждого по одной, по одному комментарию, пожалуйста. Любому, хоть что-нибудь. Просто, ну, хочется немножко активности от вас. Кто я? Я Саша. Так, сюда ты уже, Саша, переигрываешь. Так, ты пример показываешь, как надо кушать на ночь, да, Саша? Что съела? Пончик. Диетический пончик. Уважительная причина, конечно. Какая? Что к тебе заехала, уважительная причина? А сюда. Так, друзья, ну что, есть какие-то вопросы, может быть? Представляете, я впервые в жизни сделала млит сама, сама. И блинчики сегодня, вот, стоят тут на столе. Не рассказывай сказки. Ты блинчики сделала? Бабушка докажет. Приятного аппетита, Сашечка. Спасибо. Ты мне, Саша, ни разу чай не заварила. Теперь тоже захотелось. Ну да. Теперь тоже захотелось пончик. Наш полкласса любит пончики. Ну не на ночь же. Ладно, завтра полтора километра отплаваешь. Сашка, растущий организм, пускай кушает. Дочень похожа на тебя, умничка. Дочень похожа на тебя. Саша, похожа на меня? А ну-ка. Так, Юра, здорова. Какой молодец. Какая молодец. Ну, видишь, не какой, а какая, Саша. Вот ты вечно все комментарии себе забираешь. Ха. Ха-ха. Так. Я читер. Похоже, похоже. Так, друзья, ну что, есть какие-то у вас вопросы? Кстати, сегодня крайний, или как правильно сказать, крайний день моего марафона. Все, уже подвели итоги, фотографии скинули, кто насколько похудел. Есть люди там, которые по 12 килограмм скинули, по 13 за 5 недель. Поэтому, к чему я веду? Все, кто хочет записаться на следующий марафон, который уже будет через неделю, я думаю, будем набор делать. Ну, я все напишу еще в сториз и сделаю в инстаграм тоже фотографию. Пост в инстаграм. Короче, записывайтесь, пока есть места, потому что людей много я не набираю, очень сложно потом справляться. Розыгрыш не будешь делать? Розыгрыш. Розыгрыш чего? Ну, может быть, и сделаю розыгрыш. Места на марафон. Места на марафон, я помню. Алло, ой, нет, мы уже про нее забыли, не вспоминайте. Ты тоже забыла? Кстати, Саша, она как, помнишь, ты как, помнишь, ты как-то писала ей? Она, она в истории написала, типа, задайте мне вопрос. И ты задала вопрос, да? А что ты задала? Тебе нравится? Папа. А, да. А потом она смолит еще смешные поставила. Да, но это было давно, короче, и неправда. Есть ли домашнее животное? У меня есть на участке собака-кавказ с ковчанкой и кошечка. Собака? Ну, еще щенок, да? Какой щенок? Короче, у Саши есть, у меня нет. Так как было уже? У меня нет. Но мне нравится французский бульдог, я бы хотел как-нибудь со временем. А это маме нравится как раз. Когда будет, или у меня больше времени, или кому-то будет за ним следить. А мне нравятся маленькие шпицы. Ну, маленькие. А французский бульдог тебе не нравятся? Маленькие. Они маленькие тоже, небольшие. Вот такие вот. Помнишь, я, кстати, с Орловой фотография, помнишь, где было 10 щеночков? Вот такие. Да. А жаль, что нету. Или жаль, что? Или жаль, что... А, что Орлову не люблю? Почему? Она эгоистка. Не, подожди, Катя, почему жаль? Расскажи мне. Может, ты ее знаешь лично? Может, ты подруга ее? Надо подарить Сашке шпица. Что же? Да ну. Нет, я сейчас не хочу. Это я... Ты что? На следующий день рождения не забудь айфон. Айфон, айфон. Чихо. Чихо. Окей. Надо подарить Сашке шпица. Да, красивая собака Чихуахуа лучше. Чихуахуа маленькая. Такая маленькая шпица, которая помещается. Мини шпица, да. Не, она прикольная, конечно, Чихуахуа. Мне кажется, для девочек. Говорят, что она хрупкая. Ее можно ногой уже сломать спину. Я думаю, что она все-таки для девочек. Для сумки, да? Представляешь, если я буду Чихуахуа выводить на ниточки? Вышел такой тренер Ван Дам. Ну, вы смотрели с ней. С шинкам? Не. Ну да, похоже. Смотрели с Олей. Ну, ладно. Так, так, Катерина, ты ей напиши это. Что ты мне пишешь? Так. О, это было запоминающее свидание со щенками. Вот. Так, друзья, давайте тогда как-нибудь мы ей напомним. Вы ей напомните. Кому? Оле. Нет? Не надо? Не стоит? Тебе она не нравится, Саша? Почему? Па-че. Или дочка, или дочка, или жена. И потом этот здоровый кабан. Какой? Ну, мужик здоровый. Отдувается, за них, за всех выводит их, не вылет. Я шпак. Маленькую собачку. Сдайте меня, я шпак. Не рекламирую никого. Так, давайте не будем. А, я так понимаю, про Олю не знаю. Забудь, Олю. Забудь, Олю. Вот так. Правильно? Я ей писал, а она сказала, у тебя спроси. Да ладно. Не, Катя, ты уже выдумываешь, если честно. Это что-то уже нереальное. Черкассов, ты такой хороший по характеру. По характеру. Черкассов, ты такой хороший по характеру. Но, не буду спорить, да, Саша? Или не очень? Вот надо у дочки спросить. А? Ладно, что? Как я по характеру? Ну, бывает, ругаюсь, да? Но не на тебя. Или на тебя? Когда слезу набиваю. Ой, это у меня вообще проблема. Ладно, шучу. А, мой брат так взаимствует мою и общается с девчулями. А, берет собачку и цепляет девушек. Я понял. Самооценка хороша. Самооценка хороша. У меня, да? Я красивая. Это у меня самооценка. У тебя тоже ничего. Спокойной ночи. Все, Катерина, спокойной ночи. Кстати, все. Я думаю, что пора уже как бы наше общение заканчивать. Получилось коротко, весело, да? Все. Всем хорошего настроения, чтобы вы заснули. Улыбай. Кушайте пончики на ночь. Не стоит кушать пончики. Только растущим организмом можно кушать. На ночь. Я вынесла. Всем хорошего настроения, чтобы вы с улыбкой на лице заснули. И проснули завтра так же в хорошем настроении. А не как обычно. Кто присоединился. Все. Всем привет, кто присоединился. И всем пока. Кто присоединился. Хорошего вечера и спокойной ночи. Пока-пока. Следующий эфир скоро. Ждите завтра. Субтитры сделал DimaTorzok.